На данный момент не существует лекарства от герпеса. Имеющиеся препараты только подавляют размножение вируса, но не удаляют фрагменты вирусной ДНК. Среди лекарственных препаратов в лечении герпеса на губах зарекомендовали себя как наиболее эффективные следующие препараты ацикловир, пенцикловир, пановир, доконазол. Эффективные препараты, содержащие ацикловир, к числу новейших антивирусных препаратов относят палацикловир, фамцикловир, пенцикловир. Но ацикловир пока что остается наиболее надежным и проверенным средством. Принцип действия ацикловира и сходных с ним средств основан на том, что вещество встраивается в ДНК вируса герпеса и препятствует его размножению. Препараты, содержащие ацикловир, выпускаются как в наружной форме, так и в виде мази и кремов, так и в виде таблеток. Таблетированные формы препарата обычно применяются, когда герпес принял тяжелое течение, и действия кремов и мази недостаточно. Препараты с ацикловиром можно приобрести в аптеках без рецепта. Простуду на губах можно вылечить быстро, но следует иметь в виду, что скорость излечения от острой фазы болезни зависит от того, на каком этапе начато ее лечение. Если это происходит при первых симптомах, то лечение может занять всего несколько часов. А вот если герпес на губах запущен, то на это могут уйти многие недели. Если на губе уже успели выскочить во удари, лучше всего прижечь их перекисью водорода. Делай это каждые 2-3 часа, и к вечеру твое лицо вновь будет чистым. Процедура немного болезненная, но очень эффективная. Воспаленные пузырьки можно прижигать подручными средствами. Например, прополис, настаившийся на спиртовом составе, хорошо сушит кожу и не дает воспалению перебраться на соседние участки кожи. Также дезинфицирующие свойства данного препарата способствуют быстрому заживлению герпеса. Стоит напомнить, что после каждого прижигания вместо обработки необходимо смазывать жирным питательным кремом, чтобы избежать неприятного и сильного раздражения кожи. Чеснок также отлично помогает при герпесе. Выдави один зубчик прессом для чеснока и наложи получившееся кашицу на больное место. Этот метод подходит только для домашнего лечения, но зато он чрезвычайно эффективен. Календула и вазелин — наиболее известный рецепт, который эффективно и быстро заживляет проявление простуды на губах. Для приготовления раствора следует смешать 1 столовую ложку сока календулы и 1 чайную ложку вазелина. После этого наносить смесь на область проявления инфекции. Лечебные свойства растения активно борются с проявлениями заболевания, а вазелин оказывает бактерицидные и смазывающие действия, не давая раствору быстро высохнуть и испариться. Лечить герпес на губах можно и таким эффективным и популярным народным средством, как настой из цветков калины. Готовят его следующим образом. 8 столовых ложек калины, растертых в кашицу, заливают 500 мл холодной воды. Желательно это делать на ночь. Утром настой будет готов. Пить настой необходимо 3-4 раза в день по полстакана. Курс лечения составляет 6-7 дней. Целебными свойствами обладает сок алоэ вера. Для смягчения симптомов болезни рекомендуется прижать в кранки свежесрезанный кусок стебля растения и закрепить при помощи пластыря. Держать пластырь с алоэ рекомендуется в течение ночи. Аналогичную процедуру можно сделать с пихтовым маслом. Масло наносится на вату и закрепляется пластырем. Продолжительность процедуры — 10 минут. Облепиховое масло — проверенное средство, которое лечит многие болезни и не только простуду на губах. Оно содержит много органических кислот, каротиноидов и витаминов. Все эти компоненты значительно облегчают заживление ран. Наиболее эффективно масло на той стадии герпеса, когда пропадают пузырьки на коже и образуются корочки. Не срывайте эти корочки, которые образуются на месте пузырьков. Это защитный слой, предохраняющий открытые ранки от проникновения внешней инфекции. Состоят корочки из лейкоцитов, которые борются с вирусом герпеса. Старайтесь не прикасаться лишний раз к болячкам и не срывайте.